Здравствуйте! В эфире Курзамское телевидение с новостями Венсполса. В студии Ирина Курганова. 22 января Сейм Латвии утвердил новое правительство. Исполняющий обязанности премьер-министра Валдис Домбровский передал полномочия Лаймдоте Страуюме, первой в истории Латвии женщине-премьер-министру. К работе приступит и новый кабинет министра. Я думаю, все останется по-прежнему. Больших дел за 8 месяцев они сделать не успеют. Чем новые министры лучше старых? Разве Вейонис лучше, чем Пабрикс? С чего они начнут работать? Те же самые лица. Например, Вейонис. Откуда ветер дует? Он уже там. Единственное, хотелось бы, чтобы это правительство разобралось наконец-то с ситуацией в Золой Туде. Не обязательно кого-то сажать, но наконец разобраться в этом деле. Правительство в первую очередь должно думать о стариках, малообеспеченных, нуждающихся. Тогда было бы все хорошо. А так, не могу сказать ни одного хорошего слова. В составе утвержденного правительства шесть новых министров. Министр земледелия Янис Дукловс, министр охраны среды и регионального развития Энер Целинскис, министр обороны Раймонд Вейонис, министр юстиции Байба Брока, министр благосостояния Улдис Аугулис, министр образования и науки Инна Друвиэте. Вячеслав Домбровский, возглавлявший министерство образования и науки в предыдущем составе правительства, в новом получил портфель министра экономики. Так как в руководстве страны появился новый игрок «Союз зеленых и крестьян», мэр Венспилса Айвар Лэмберг в начале января участвовал в дебатах по поводу формирования нового правительства. Жители очень нуждаются в стабильной правительстве. Как вы предполагаете, что сейчас будет при реальной работе? Нет, ну «зеленые крестьяне», когда первая встреча была, я тоже присутствовал, я выдвинул это, что надо об этой теме говорить, что есть список проблемных вопросов, которые кто-то желает решать, какие-то законы, изменения конституции, но где нет единогласия, подходе, и это заранее известно, что эти все проблемные вопросы надо отложить и решать их после новых выборов, которые состоятся в октябре этого года. Одно из главных направлений работы нового правительства – перераспределение средств фондов Европейского Союза, чего с нетерпением ждут предприниматели и не только они. Сейчас деньги планируются так, что Латвия вне Риги, деньги Евросоюза получат в шесть раз меньше на душу населения, чем Рига. И в моих подходах Рига будет столько им планируется, но тогда надо в шесть раз больше увеличить финансирование остальной Латвии, иначе у нас будет один только центр Рига, а остальная Латвия как бы на закрытие идет, да, то есть мы с вами должны куда-то уезжать будем. Как бы то, что было согласовано же Еврокомиссией, полностью не совпадая с этими плановыми документами. Мой подход был такой, если в плановом документе написано, основные направления где тратят, так и надо, так и эти деньги планировать Евросоюза, потому что это главный ресурс, внешний ресурс для развития. Ну, надо сказать, что прислушались к мнению олигарха, да, ну будут, может быть, как-то, вот, и сейчас акценты меняются, я не знаю, как они далеко пойдут и будут учитывать эти плановые документы, но тенденция, значит, идет в правильном направлении. Хотели подписать договор с Евросоюзом в январе, сейчас говорят о том, что надо эту позицию перерассмотреть. Правительство будет стабильным, уверен Айвар Лемберг, поскольку все острые и больные вопросы будут отложены на период после выборов. Юлия Костенко, Гондопорница, Марик Сумлен и Курзамское телевидение. Каким станет Венспилс к 2030 году? Это сегодня обсуждают жители, водерживая или, наоборот, возражая по поводу разработанного специалистами долгосрочного стратегического плана. Венспилский край – один из малонаселенных в Латвии, и одной из главных задач на будущее – это удержать жителей на селе. Общественное обсуждение плана в Венспилсе завершится 1 февраля. Закон о самоуправлениях предусматривает разработку стратегии развития, за что некоторое время назад и взялись в Венспилсе и Венспилском крае. До сего момента действовала программа развития Венспилса, которая сейчас дополнена планами аж на 2030 год. Буквально на днях венспилские предприниматели и представители негосударственных организаций, а также жители края и депутаты Краевой думы давали свою оценку двум томам плана. Это долгосрочная стратегия развития до 2030 года и программа развития с 2014 по 2020 год. Стратегия – это новый вид документа для самоуправления. В октябре 2011 года в законе появилось это новое требование – программа развития, где были назначены цели до 2020 года. Сейчас она актуализирована. Проект долгосрочной стратегии Венспилса до 2030 года и проект программы развития Венспилса до 2020 года переданы на общественное обсуждение. С ними можно ознакомиться во всех венспилских библиотеках и в интернете до 1 февраля. На будущее это будет рабочий документ, который будут принимать во внимание, утверждая бюджет, делая изменения, заявляя о проектах. Он будет обязателен для каждой структурной единицы самоуправления. Также, например, предприниматель попросит поддержки у самоуправления, и ему могут задать вопрос – это согласуется со стратегическим документом? Будем честны, планировать стратегию на 20 лет вперед – это сложно. Когда-то мы даже не могли представить технологии, которые пользуемся сейчас. Важно, что документ должен быть эластичным. Если жизнь носит коррективы, мы открываем план и что-то меняем. Одна из самых сложных задач – удержать жителей в крае и по возможности повысить уровень рождаемости. Небольшая плотность населения может стать причиной того, что средства фондов развития Европейского Союза обойдут стороной маленькие поселки. Например, программа развития водохозяйства. Мы уже видим потенциальное распределение средств фондов в Когезии. Мы действительно видим то, что проект развития водохозяйства будет доступен только в тех населенных пунктах, где плотность населения выше 2000 человек. К сожалению, принимая во внимание плотность населения, наши поселки считаются небольшими. Хорошо, что мы активно поработали над планированием предыдущих лет, решив первоочередные проблемы водохозяйства. Но в будущем мы не видим решения от долгосрочных проблем. Если не будет финансирования, то не видно и решения. У Венспилса и Венспилского края много точек с соприкосновением. Транспорт, дороги, занятые жители и, в конце концов, парки ветряных электрогенераторов – одна из перспектив на будущее. Венспилсчане едут работать в край, а жители села за работой едут в город. Без поддержки правительства трудно решать проблемы. Наша задача – хоть частично вернуть тех жителей, которые уехали. Но для того, чтобы это случилось, нужен экономический рост, зарплата, нормальные условия проживания, чтобы они могли содержать свои семьи. Стратегия самоправления в краях Латвии основывается на территориальном планировании, перспективах развития предпринимательской деятельности. Венспилс не исключает в будущем возможность механического прироста населения. Со стороны людей приходит мало. Например, скажу, допустим, связанное с инкубатором, то, что в Венспилсе у нас здесь есть, он тоже такой зажатый. Там больше, мне так кажется, это мое субъективное мнение, там больше акцент идет на инженерные разработки, на IT, на цифровые разработки. Но мне кажется, что он очень проигрывает, то, что там нет творческого какого-то направления. Да, я вот еще хотел сказать, что их нет в нашем университете, тоже в Ауксколе, там тоже нет какого-то творческого. Мне кажется, это было бы очень важно вообще для развития города. Это как в Сан-Франциско, где, например, это силиконовая долина, там же их не только IT-технологии. Там есть и люди, которые занимаются творчеством, поэтому оттуда идет что-то новое. Поэтому, я думаю, нам тоже здесь надо над этим работать, чтобы у нас тоже здесь появлялось что-то новое. Стратегии развития самоправления Латвии по времени разработки совпадают с национальным планом развития. И все же, когда края Латвии уже активно обсуждают свои проекты, документы национального плана развития еще не приведены в порядок. С 1 сентября нынешнего года в Латвии вступят в силу новые, отвечающие требованиям регламента Европейской комиссии, правила производства копченой продукции из рыбы и мяса, рассказали представители пресс-службы Министерства земледелия. После вступления в силу этих правил производители смогут продолжать использовать древесину в процессе копчения продуктов. Однако, будет понижена допустимая норма содержания бензопирена в копченом мясе, мясных продуктах, рыбе и рыбных продуктах. Исключением станут только шпроты, для которых норма содержания бензопирена останется на нынешнем уровне. Министерство земледелия напоминает, что эти нормы были приняты в 2011 году, однако до их вступления в силу действовал трехлетний переходный период. За 9 месяцев до вступления в силу новых правил всерьез забеспокоились о судьбе своего бизнеса и латвийские предприниматели. Традиции в Латвии таковы, что всегда эти полукопченые, копченые колбасы у нас пользовались большим спросом. И это уже исторически, потому что если в деревне забивали свинью, то после этого процесса делала всегда колбаса, и она всегда копчилась, как было копчено. Потому что она должна была храниться не один день, а несколько недель и даже месяц. Я думаю, что традиции у нас такие есть, и особенно летом, когда люди хотят что-то пожарить на гриле, не только шашлыки и колбаски, то вот эти полукопченые, копченые колбасы, они очень, ну, очень большим спросом пользуются. У нас еще в ветерине ранняя служба, то есть следить за качеством продукта, то есть регулярно берутся анализы, они измеряют все вот эти параметры, и никаких проблем ни в нашем производстве, я думаю, и вообще в полукопченых колбасах никогда не обнаруживалось. Более подробно об отношении латвийских предпринимателей к требованиям Брюсселя смотрите в ближайших выпусках новостей. На прошлой неделе в гараже одного из частных венсполских предприятий на своем рабочем месте, передвигая тяжелую технику, а именно прицеп, 48-летний мужчина получил тяжелые травмы. И хотя венсполские медики решились на рискованное оперативное вмешательство, пострадавший скончался. По факту несчастного случая возбужден криминальный процесс. По месту работы мужчина характеризуется как опытный и ответственный сотрудник. Полиция и госинспекция труда приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Общественность венсполсов взволновала известие о том, что в одном из магазинов города, принадлежащих частному лицу, производилась съемка эротического содержания, которое впоследствии распространялось в интернете. Эта новость не была бы чем-то из ряда вон выходящим, если бы в кадр не попадали ничего не подозревающие покупатели. Самый большой резонанс вызвал сюжет, показанный в программе «Бестабу», в котором материал эротического содержания демонстрировался ранним вечером на канале ТВ3. Когда Курзамское телевидение созвонилось с владелицей магазина, она находилась за границей, однако пояснила, что готова подать в суд на программу «Бестабу». В свою очередь возмущены и клиенты магазина, которые тоже готовы заявить о моральном ущербе. Пока в интернет-среде общественность высказывает свои суждения, открытыми остаются несколько вопросов. Кто устанавливает и каковы границы этических норм коммерсантов по отношению к их клиентам? Низкая покупательная способность людей, в том числе маленькие зарплаты женщин, не способствует ли депрессиям, самоубийствам и поиску рискованных способов заработка? Венспилсе в последние годы бесстрастная статистика показывает именно такие случаи. И в конце концов, кто был тот доброжелатель, который передал информацию о программе «желтого характера»? За приятное, хоть и инофантазированное общение с Пушкиным – первое место на литературном конкурсе «Праздник русской культуры и образования Татьянин день 2014». Цель конкурса – привить интерес молодого поколения к классическим русским литературным произведениям, а также поощрить литературные таланты. Ученик Венсполской гимназии Эдгар Цибак – постоянный участник конкурса, проходящего в рамках этого фестиваля. Какой диалог с Пушкиным у него получился, узнали и мы. Каждый год, начиная с 2000 года, в январе в Латвии проходит литературный конкурс «Праздник русской культуры и образования Татьянин день». В этом году тема фестиваля – 19-е столетие, золотой век русской культуры. Именно в 2000 году будут вмечать юбилеи многих писателей и музыкантов, поэтому организаторы конкурса просили участников обратить на это внимание. Что и сделал ученик Венсполской гимназии Эдгар Цибак и послал на участие в конкурсе свою работу. Я писал про то, как я встретился с Пушкиным, потому что в этом литературном конкурсе можно было писать в любом жанре. Итак, твоя встреча с Пушкиным, о чем вы разговаривали? Мы разговаривали о том, как он видит море, и потом он спрашивает меня, как я вижу это море. Я ему просто описываю море таким, как оно есть. Но после этого он говорит, что каждый человек в своей душе поэт, и я стараюсь как-то понять то, что подсказывает мне сердце, и когда я смотрю на это море, я его уже вижу совсем по-другому. Я вижу, что море выглядит, как синяя фиалка, и солнце, как золотой мотылёк впивается в его нектар. И после этого оказывается, что я снова сижу у себя в комнате и держу в руках томик произведений Пушкина. И неизвестно, был ли это сон или правда. Это вот ты видел так море, да? Да. Пушкин видел его как свободную стихию, которая несёт свои волны навстречу судьбе. Но Пушкина понравилось как-то это? Я не знаю, его ответ я услышать не успел. Юный гимназист в конкурсах фестиваля «Татьянин день» принимает участие с пятого класса. Уже накопился опыт, и тем не менее, рассказывает он, каждая новая тема – это возможность узнать что-то большее о русских писателях, поэтах, музыкантах, чем заложено в учебной программе. Жанр фэнтези в своих творческих работах Эдгар использует часто. Жанр фэнтези меня привлекает тем, что можно свободно сочинять то, как ты видишь, и не нужно держаться каких-то определённых рамок, потому что этот жанр позволяет придумывать, и на этом он и основывается. В этом году фестиваль завершится аккурат в «Татьянин день». Именно 25 января 1755 года в День святой великомученицы Татьяны был основан Московский университет. И вскоре именно этот день превратился в праздник русского студенчества. Ирина Курганова, Марк Сумленный, Курзамское телевидение. Четырёхэтажное здание в Венсполсе на Остас-33 уже несколько лет является местом дислокации Венсполского участка госполиции. Несколько месяцев назад сюда же перебралось и региональное управление пограничной службы. Как пограничники устроились на новом месте, смотрите в нашем следующем сюжете. Долгие годы венсполские пограничники дислоцировали здание по адресу ТАЛСУ-113. Там же располагались ангары для техники, в отдельном трёхэтажном здании размещалась кинологическая служба. Все мы знаем, что с 2009 года все министерства должны были затянуть пояса, должны были организовать все возможные мероприятия по экономии расходов на своё содержание. Под то же самое и попали и наше министерство, и в частности пограничная служба, где были выдвинуты требования изыскивать все возможные варианты, где можно было бы сэкономить. Это был один из тех вариантов, что нам нужно поменять помещение, нам нужно поменять дислокацию для того, чтобы обозначить или найти средства для экономии. Здание на набережной пограничная служба занимает два верхних этажа. По сравнению с предыдущим местом, в площади потеряли ровно половину. Всем подразделениям службы места не хватило, кинологи и техника остались на прежнем месте. Все остальные постепенно обживаются в новом доме. Импровизированная экскурсия началась с конференц-зала, где проходят собрания, совещания, встречи. Можно вместить около 50 человек. Это помещение также предусмотрено для использования и полиции, которая находится на первом и втором этаже. И мы совместно это помещение можем использовать для проведения каких-либо коллективных собраний, мероприятий. В штате регионального управления пограничной службы немногим более 200 человек. И такого помещения вполне достаточно. При наше управление региональное, которое в общем начитывает немногим более 200 человек, такой необходимости пока за историю 25 лет или 20, скажем, трех лет не возникало, что нужно всех 200 человек собрать, это просто невозможно. Мы не можем пограничные контрольные пункты и корабли оставить без дежурных хотя бы. Поэтому максимальное количество людей, которые здесь собираются, это где-то от 30 до 50-60 человек. С таким расчетом и делалось это помещение, и оно обеспечено всем необходимым. Помимо больших собраний в управлении проводятся ежедневные совещания. Для этих целей есть комната, оборудованная системой для проведения видеоконференций с другими региональными подразделениями и главным управлением. Докладываем за неделю, какие основные риски, на что нужно обращать внимание. Ну и дальше даются также служебные задания, которые нужно выполнять в области администрации, в области хозяйственной службы, финансового обеспечения и отчетности. В распоряжении сотрудников есть комната отдыха, санузлы, душ. В отдельных помещениях хранятся табельное оружие и спецобмундирование. Все эти каски, щиты, специальное оборудование для альпинизма, для работы на кораблях, для работы в помещениях, для патрулирования. Ну вот так вот, все находится здесь, в этом блоке. С конца 2012 года в результате реорганизации и централизации структур пограничной службы финансовая служба, служба обеспечения и служба управления персоналом перешли в подчинение главному управлению. Сотрудники финансовой и хозяйственной службы остались на прежних местах. Но выполняют они функции не только для Венсплса, они выполняют функции по всей пограничной системе. Самое большое по площади служебное помещение занял морской операционный координационный центр. Здесь располагаются все системные блоки в области наблюдения за морской границей, все системы обмена информацией. Здесь организована дежурная служба 24 часа 7 суток в неделю. То есть непрерывно находятся два человека, которые следят за всем тем, что происходит вокруг нашей зоны ответственности и внутри нашей зоны ответственности в Курзомском регионе в области пограничного контроля и эмиграционного контроля. Дежурные следят за системами видеонаблюдения, системами обмена информации с государственной полицией, службой неотложной медицинской помощи, военно-морскими и военно-воздушными силами. Они следят на международном уровне за тем, что происходит в соседних государствах, используя нашу внутреннюю систему обмена информацией COSTNET, так называемую. Далее у них находится блок информационных систем по морским вопросам. Это автоматическая инфекционная система, это система наблюдения за рыбацкими судами, это военно-морских сил, система технического наблюдения, радары с видеокамерами, это система блока глобальной информации, обмена информации с GEMDSS, глобальная морская система оповещения, так правильно называется. Кроме того, принимают документы, все запросы, касающиеся граждан Латвии, задержанных в других странах. Объем работы очень большой. Нагрузку усиливает и то, что документация поступает на разных языках. Сработать так, чтобы правильно обработать этот документ, чтобы не нарушить права человека, чтобы не нарушить свою компетенцию, чтобы не зайти в систему несанкционированно, это все они должны знать. Поэтому здесь находятся два офицера. Мы стараемся именно обеспечить наряды из состава офицеров. В общем и целом, пограничники своим новым домом довольны. Однако есть две существенные вещи, которых недостает. Сотрудники службы регулярно сдают зачеты по общей физической подготовке, а спортзала для тренировок на новом месте нет. Там был спортзал, здесь у нас спортзала нет. Но сейчас этот вопрос мы тоже решаем с руководством пограничной службы. Мы будем обращаться в руководство Нудрошной ВАЛСТ-агентуры, чтобы они, может быть, нас поддержали каким-то образом. Хотя бы то же помещение, которое у нас осталось, в спортзал, если же оно будет задано в эксплуатацию или передано во владение какого-то другого министерства, или же наше же министерство возьмется за решение этой проблемы, тогда мы будем иметь доступ к тому спортзалу. Второй вопрос, который на данный момент в стадии обсуждения согласования, это реновация гаражей, где находится особо дорогая техника. Это наши мобильные наблюдательные комплексы, это наше специальное транспортное средство по замеру радиации, уровня радиации, и наши патрульные лодки, патрульные лодки, которых тоже нежелательно держать в низких температурах. Введение регионального управления пограничной службы вся Курзамы, от Укумса до Лепои, и вся морская граница протяженностью порядка 500 километров. Юлия Костенко, Андрей Кулыгин, Курзамская телевидение. Уже в конце следующей недели станут известны финалисты национального отбора Евровидения, который представят Латвию на Евровидении в мае в Копенгагене. В этом году среди полуфиналистов есть и венспелчанка Катрина Биндеры, которая выступит с песней «Moment in tomorrow». Молодая певица еще учится в выпускном классе и полна решимости с честью представить свой родной город. 1 и 2 февраля состоится национальный отбор песенного конкурса «Евровидение». В первом и втором полуфинале 12 песен будут соревноваться за выход в финал, который состоится 22 февраля в Венспелсе. В этом году девиз конкурса сделано в Латвии. Венспелс будет представлять Катрина Биндера с песней «Moment in tomorrow». Хотя девушка сама пишет песни, в этот раз она представит произведение другого автора. Как-то раз Катрина пришла на занятия и рассказала, что объявлен конкурс на исполнение песни, которая вышла в полуфинал «Евровидение». Она хотела поучаствовать. Эдгар Белицхис и Карлес Аузенш сами ее нашли через Google, оценили ее вокал. В конкурсе участвовали и другие девочки из Риги. На что я ей сказала, конечно, участвуй, это твой шанс. Изначальная версия песни отличается от той, которую можно услышать сейчас. Она приспособлена под музыкальный стиль Катрины, более романтический и мелодический. Участие в «Евровидении» было мечтой для Катрины, но что эта мечта так быстро осуществится, она даже не ожидала. Она благодарна всем, кто ее поддерживает, и решительно настроена на достойное выступление. Я даже не надеялась, что это произойдет так быстро. Еще два года назад я вручала цветы участникам Евровидения, увидела за кулисе конкурса и мечтала сама выйти на эту большую сцену. В прошлом году была бы вокалисткой у Яниса Стибереса, и частично моя мечта осуществилась. Но представить, что уже в этом году я выйду на сцену как солистка, это что-то невероятное. Но я этого очень-очень хотела, много работала, вот это и случилось. На песне «Moment and Tomorrow» снят видеоклип, а в конце прошлой недели Катрина приняла участие в съемке визитной карточки Евровидения. Каждый участник должен был взять с собой что-то, что, по его мнению, характеризует Латвию. Мой выбор пал на народные песни. Я участвовала в проекте «Спека Дзиэсмас». Мне это по душе, это что-то особенное для Латвии. И мне не составило труда выбрать, о чем говорить. Второе – рассказ о Кокле. Мне помог Янис Янсенс напеть песню. Не знаю, насколько большой фрагмент войдет в видеовизитку. А третье – это «Святые места». Катрина выйдет на сцену во втором полуфинале 2 февраля под седьмым номером. И она обещает, что выступление будет полностью выдержано в ее стиле. Жизнь Катрины с музыкой связана с трехлетнего возраста. Много лет она пела в группе Юра Сакментене, закончила музыкальную школу. Сейчас, параллельно учебе, Катрина занимается у Луции Бойтмана и оперной певицы Аэры Рураны. Своё будущее Катрина планирует связать с музыкой. И даже если она не станет певицей, она надеется стать хорошим учителем музыки. Цель Катрины – поднять уровень латвийской эстрады. В субботу 25 января с 11.00 до часу дня Венсповский дом «Ремесел» приглашает на праздник чая, на котором можно будет не только согреться чашкой ароматного напитка, но и узнать что-то новое о традициях чаепития в Японии, Турции, Англии, России и Латвии. Посетители праздника чая по желанию смогут изготовить свою авторскую свечу. Цена входного билета – 85 евроцентов. Не пропустите самое яркое событие в жанре авторской песни в Балкии. 12-й международный слёт барда в «Татьянин день» в Венсповсе. Выступят авторы-исполнители из 14 городов Латвии, Эстонии, России, Германии, Белоруссии и Украины. 24 января в 19.00 в Венсповской Парвинской библиотеке концерт «Пролог». Участники слёта исполняют песни Владимира Высоцкого. Вход бесплатный. 25 января в 16.00 в театральном доме Юра Сварты «Гала-концерт». Стоимость билета всего 4,5 евро. Для пенсионеров, студентов и школьников – 3 евро. Открываются души, как форточки, и лежат, как дитя на ладони. 24 и 25 января. 12-й международный слёт барда в «Татьянин день» в Венсповсе. Друзья встречаются вновь. Строим стены надёжные, важные. Да к чёрту стены, стройте мосты. Слёт организован в Венсповской ассоциации национально-культурных обществ и Венсповским городским самоуправлением при поддержке предприятий «Венсповс Грейн Терминал», «Остас Целтникс», «Венсповс Рейс», «Курзумской филармонии». Информационную поддержку оказали «Газета Вести сегодня», «Первый Балтийский канал», «Ре-ТВ» и «Курзумское телевидение». Мадам и месье, за кулиси Дворца Людовика XIV и Театра Великого Мольера ждут вас. 26 января в Юре-Сварде гастроли Рижского русского театра, комедиант-господина по пьесе Михаила Булгакова, великий монарх и великий драматург на одной сцене. 26 января в Юре-Сварде. И это были все новости на сегодня. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!